Что первое должен сделать человек, если в доме пожар? Как спастись от высоких температур? Если в подъезде произошел пожар, горит мусоросборник в соседней квартире, то в подъезде может быть задымление, высокая температура. Чтобы определить, нужно потрогать, допустим, замочную скважину, замок, либо за ручку металлическую. Если они горячие, то ни в коем случае не открывать дверь, то есть находиться в своей квартире, потому что там уже условия непригодные для выживания. Как спастись от дыма? При задымлении, если оно не очень сильно, можно эвакуировать, но необходимо смоченную тряпку, марлю использовать, двигаться как можно ниже к полу, поскольку там ниже температура, там меньше дыма, больше кислорода. То есть лучше на корточках это делать. Как спастись от губительного действия токсичных веществ и угарного газа? При горении, особенно синтетических тканей, веществ, пластика, выделяются очень ядовитые вещества, которые вот от двух-трех сдохов человек может уже потерять сознание. Смоченные ткани для защиты органов дыхания, они могут спасти только от крупных ядовитых веществ, выделяемых при пожаре, но не спасут от угарного газа. Для этого можно использовать специальные средства, изолирующие органы дыхания, это индивидуальные самоспасатели, капюшоны. Чего нельзя делать ни в коем случае? Если вы покидаете помещение, в котором произошел пожар, постарайтесь изолировать его, закрыв дверь, закрыв окна, чтобы не давать притока воздуха. Для горения необходим кислород, и закрыв двери окна, кислород выгорит, и интенсивность пожара будет ниже. Не пользоваться лифтом при эвакуации. Ни в коем случае не тушите раскаленное масло водой. Это приведет к еще более сильному возгоранию. Необходимо накрыть сковороду крышкой и отключить электроплиту. Если загорелся шнур электроприбора, как безопасно выдернуть его из розетки? Не стоит этого делать, потому что горит изоляция электропроводки, и обнажаются жилы электропроводов. Это может привести к поражению электрическим током. Необходимо обесточить этот электроприбор, отключив питание в общей сети, в электрощите. Чему нужно научить детей на случай пожара? Обучите детей, что нужно делать, чтобы не допустить пожара. Забейте своим детям в телефон номер пожарных, если заблокированы в квартире, открыть окно, покричать, привлечь внимание людей, чтобы сообщить об пожаре. Объясните детям, что нельзя прятаться в случае пожара, под кровать, в шкафу где-то, поскольку пожарные, когда придут в вашу квартиру спасать, им будет тяжело найти вас. Что нужно иметь дома, чтобы спастись от пожара? Каждый гражданин может иметь у себя дома огнетушитель. Чем он лучше, допустим, использования воды? Огнетушителем можно не обестачивать электроприбор, допустим, используя универсальный порошковый огнетушитель, ликвидировать возгорание на начальных стадиях. В электроустановке он способен потушить под напряжением до 1000 вольт. Для применения огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к месту возгорания, раз трубом на пламя и зажать рычаг. Также для того, чтобы дождаться пожарных, можно использовать индивидуальные самоспасатели. Это средства для изоляции органов дыхания и зрения человека от продуктов горения, от опасных.